Привет всем! Мы сегодня поговорим о разных интересных штуках, об работе с видео, об анимациях, потому что у Зимы был офигенный проект, о котором он это все поразруливал и сделал очень много интересных штук, о которых будет рассказывать. Все, больше ничего не полю, начинай. Да, я попытался их поразруливать, что-то получилось хорошо, что-то может быть не очень. Начнем для разогрева с MotionLayout'а. Мы про него уже достаточно много говорили, но мне хотелось поделиться своими впечатлениями после работы с ним в такое несколько продолжительное время. И сейчас он у нас прямо в труде. В принципе, работает в целом нормально все, но есть некоторые интересные моменты. Как это в целом выглядит для пользователя? Для пользователя это выглядит вот так. То есть он может либо кнопочку нажимать и экраны переключаются. На самом деле это один экран. Либо переключать это дело пальцем. Ну, симпатично, мне кажется. Да круто. Я сегодня поставил, выглядит офигенно. Приложение. Ну не это, конечно, замаскированный вариант. Но долго-то уже блокит. Окей, давайте посмотрим, как это выглядит в редакторе. В редакторе это выглядит примерно вот так. То есть это XML-редактор. И здесь мы видим первый из экранов и где находятся остальные на самом деле. То есть это все один экран, одна XML-ка, но на ней с помощью вот этих гайдлайнов, линий, которые с процентами обозначены, в юшке расположена в таком вот как бы порядке. И одна сменяет другую. Старая уходит в левую часть, где сейчас пусто. Какой тут странный момент. Вот в правую сторону можно, кажется, сколько угодно вот так вот гайдлайны продлевать как бы наш экран и размещать, не знаю, сколько угодно, но две влезли, три тоже влазили. Три набора в юх. Видите, сейчас их два. У меня влазили даже три в правую сторону. А в левую сторону только один влез. Если попытаться с левой стороны гайдлайн вот этот поставить еще один, то его просто нет и ничего не работает. Не работает? Не работает. Происходят странные вещи. А если райтлайт локальный? Ну, отображаться на локальный? Не знаю. А зациклить это как-нибудь можно? Здесь это сделано в процентах. Ну, сейчас, может быть, взглянем еще. Дима, а зациклить это можно как-нибудь? Я думаю, что... По кругу. По кругу. Чтобы анимация крутилась по кругу, 90% что можно. 90% что можно. Это Design View, да? Да. Это одна XML-ка. В экономике та фича появилась, как же она называется, Motion Editor или что-то такое? Дойдем для этого, я покажу, да. То есть, вот так вот в XML-ке выглядит неплохо. В целом, даже можно, взглянув сюда, понять, как оно устроено. Но если открыть это одновременно с кодом, то есть XML-код и справа сама бьюшка, то там будет отображаться черти что. Там вот как студии захочется это отобразить, так она это отобразит. Иногда правильно, иногда вот оно как-то, как сейчас, вышло наполовину. И, по сути, весь XML, который мы делаем, мы делаем вслепую. Мы не видим, что происходит, мы видим только сам XML-код. Это вкладка preview, да? Да. То есть, ты достал preview и сам уехал, да? Да, preview. Иногда он там, где должен быть. Иногда он уезжает. По крайней мере, вот в третьей Android Studio. Блин, это всегда... Это неприятно. Это вызывает некоторые неудобства, но с этим, окей, можно работать. Окей. Ну вот, это снова тот же вид, но часть с бьюшкой, она расширена, да? Про гейдлайны. Я уже сказал, то, что вправо их можно несколько переместить, влево только один. И тут очень легко, редактируя что-либо в графическом редакторе, очень легко что-то сломать. Можно, например, вот этот на значок процента просто нажать там один-два раза, и этот гейдлайн куда-нибудь уплывет, исчезнет по неведомой мне причине. Если это сделать случайно и не заметить, потом можно очень долго сидеть и не понимать, почему ничего не работает. Слушай, такая же тема была с констранентами, когда, типа, в редакторе делаешь, и он просто мусорит в коде потом в XML. Да. Очень много всего писал, приходилось вырезать. В итоге что мы получаем? Что мы не можем доверять графическому отображению и не можем в нем ничего трогать. Мы должны смотреть только на наш код. С учетом того, что у нас на одном экране здесь, по сути, три, даже четыре экрана, у нас XML довольно крупная получается. И если мы не будем очень внимательно за ней следить, мы там запутаемся. Я в XML писал комментарии, разделяя как бы отдельные блоки. То есть, есть вот там текст сверху, вот три текста вьюшки, отделены там от остальных вьюшек. Чтобы просто не потеряться. Потому что я сначала не писал комментарии и потерялся в какой-то момент. А какой-то обложенности здесь не предусмотрено? Что ты имеешь в виду подложенностью? Ну, сделать, например, какой-то блок, чтобы он выносился в другой файл. Ну, не круто. Я не знаю. Я не пробовал. Ну, вот у меня тоже в голове. Ну, это все равно не сильно поможет. Потому что в файлике «Montions.Scene» мы должны будем все это все равно в одном файлике описывать. И оно все равно туда единой пачкой свалится. И там уже велика вероятность, что им нельзя внести. Хотя, может, тоже можно, не знаю. Давайте как раз на эту «Motion.Scene» посмотрим. Ну, анимация эта несложная. Не много, три экрана. А XML получилось как бы многовато все равно. И в нем можно, опять же, хорошо запутаться. Когда я делал это, constraint layout был во второй бете. Вот я сделал это все. Во второй бете это работает. Переключая на третью бету, все сломалось. А что там? Окей. Ну, просто сломалось. Это нормально. А с третьей на четвертой вроде бы ничего не сломалось. То есть есть такой момент. Не знаю, даже нормально это, ненормально для этой версии. Ну, наверное, нормально в этой же версии, а не релиз. Что с обновлением версии что-то в этих лояутах в сцене ломается. И анимация перестает корректно работать. Ну, они же вообще ее ни разу еще не переглядели. Да. Пойти constraint и пойти motion. Motion. Ты просто сказал constraint. Ну, motion, да. А, motion ведь внутри constraint или аж что-то? Да. В смысле, это базовый класс для motion. Как это сделать? Пара комментариев по motion сцене еще. Не совсем было понятно, что мы должны в ней указывать. Сначала казалось, что мы должны там диффы указывать. То есть писать, что изменилось. Потом стало казаться, что нужно указывать именно constraint все. Потом оказалось, что нужно еще указывать там высоту, ширину. В итоге я не совсем уверен, что там надо указывать. Это, ну, для меня это скорее открытым вопросом остается. А здесь указаны, указаны constraint и высота. Высота, кстати, в этом видео как раз не указана. Она должна быть указана для, вот, начиная с бета-3. View height. В общем, вот. Значит, в следующей Android студии, прекрасной Android студии будущего, у нас есть такой вот редактор, который даже, в принципе, работает. И здесь уже гораздо приятнее работать именно с графическим представлением, потому что мы видим все состояния, в которых у нас может быть экран. Можем между ними переключаться и смотреть, как сам переход осуществляется. Это какой? Это работает приятно. Это в четвертом игроке. В четвертом игроке. Это... Я на самом деле не уверен, насколько это полезно с практической точки зрения, но выглядит хорошо. Да. И можно поставить все состояния. Наверное, если сложное какое-то движение, тогда хорошо вот самому подвигать с ползунком, увидеть как это будет. Да. Я, опять же, не уверен, что можно с помощью вот этого графического редактора как-то сверстать анимацию. Она все равно в Motion сцене вся прописывается. Разве что наглядно посмотреть, работает оно или нет, чтобы каждый раз на устройстве это нечего искать. Ну и в итоге мои ощущения от Motion layout, я вот такие. Я не знаю. Вроде прикольно, а вроде бы и... Сыровато. Вот сделал все, смотришь, выглядит круто. Пока делал, замучился. А сделал, смотришь, ну, вроде года немного, он аккуратный. Можно даже что-то поменять. Нет, ну ладно. Ладно, не обновляться, да? Да, обновляешься, и оно ломается. На минуточку вспомни, как мы на анимациях обычных... Ну там, да. Какие вообще? По-моему, там еще хуже. Не просто сделал, а ты намучился, а ничего не вышло. Ты показал вот это, знаешь, типа, смотрите, как много на три экрана XML-а получилось. Я вообще представляю, с обычными анимациями ты уходишь туда куда-то под стол далеко. Она просто не заканчивается. А потом еще не работает, или там баги. А там уже еще в разных версиях Android, а еще и по-разному что-то может быть. А я бы, думаю, добили туллинга. Мне хочется лучшего. А можно? Если у вьюфи высота не меняется, зачем ее указывать на вторичную тему сцену? В beta 2 не надо было. В beta 3, если не указать, все схлопнется. Может быть, они какие-то возможности уже предусмотрели, увидели, что ей нужно? Может быть. То же самое на лодке можно ли сделать? На лодке? А то там не будет взаимодействия. Нет, по-моему. На лодке это будет. Там scroll не будет. Это же просто анимация на лодке. Ну-ну-ну. Просто анимация вот такая. Не, ну смотри, ты просто картинку вставил и проанимировал, а то там прям UI можно все заанимировать. Вообще на лодке много чего можно сделать. Можно сделать нечто подобное, но, скорее всего, это будет выглядеть как какое-то большое извращение. Очень специфичное что-то будет. Конечно, альтернатив нет. Ну, работает. Лодке была без альтернативной, наверное, до motion layout просто. Окей, пойдемте дальше. Дальше мы поговорим про анимацию, наложенную поверх видео. То есть часто бывает такое, что у нас есть какое-то видео, и мы хотим поверх него положить анимацию. Причем мы хотим ее положить не просто так, а привязать ее к тому, что происходит на видео. Например, здесь я хочу повесить свою фотку, например, на лицо этого парня. Свою детскую фотку. Парень же. Молодой? Окей. Что нужно для этого? Для этого нужно сначала анимацию эту создать. Как нам ее создать? В After Effects. Вот такой супер короткий курс, как создать анимацию в After Effects. After Effects это видеоредактор, да? Как в любом видеоредакторе здесь есть слои. Слои вот слева внизу. И справа от слоев таймлайн, временная лента. Можно поместить один слой поверх другого и задать для него разные эффекты. Например, вот я добавил свою фотку. Сейчас помещу ее в маску овальную. Она станет кругленькой такой. И теперь я могу, проматывая временную ленту, указывать позицию для своей фотки на каждый момент времени. То есть я проматываю ленту, вижу, где парень качается в этот момент. Ставлю отметочку в поле вот Position или как-то так она называется. И все. Таким образом у меня получается анимация. А ты для каждого кадра вообще выставляешь позицию или она как-то интерполирует? Здесь нет кадра, здесь есть таймлайн. И чем чаще я проставлю позицию для картинки, тем более качественная будет анимация. То есть она интерполирует? Да. Ты можешь увидеть линию, которую он выстраивает, по которой будет двигаться картинка. Кривая. Да, да, да. То есть еще кадры. По идее можно путь отдельно задать, как она будет двигаться. И время где, в какой позиции будет. Вообще, я раньше с After Effects вообще не работал. Это мой первый опыт знакомства с ним. Но вот такие вещи делаются достаточно просто. И в итоге получается вот такая штука. Классно. Миловато, дорогие. Ну все правильно. Физика. По инерциям продолжается. Я прошу сразу обратить внимание, нам это понадобится чем больше. Вот слева то, что мы добавляем, это слои. Сейчас есть слой с видео и слой с картинкой. В After Effects бывают слои разных типов. Помимо видеокартинки есть еще шейпы фигуры, текстовые слои и прочие менее нам сегодня интересные. В этом видео только Image Player. Это нам пригодится чуть позже. Окей. Сделали мы в After Effects анимацию. Теперь нам нужно ее в каком-то виде экспортировать. Чтобы анимацию экспортировать из After Effects используется плагин Body Movie. Он всю нашу анимацию превращает в JSON с картинками. То есть мы ставим этот плагин, запускаем его для нашего проекта и на выходе получаем папочку, в которой лежат картинки и один JSON файл. В том виде, в котором Локи это сможет переварить вся наша анимация. Тут плохо видно, но можно эту анимацию прямо в отдельности посмотреть. Что в итоге? В итоге, если бы у нас анимация представляла собой видео, она выглядела бы вот так вместе с текстом. Но на самом деле после экспорта это JSON файл и набор из картинок. В данном случае это одна картинка. Окей. У нас есть видео, у нас есть анимация. Теперь хотим это наложить друг на друга. С точки зрения UI внутри приложения, ну, решение очевидное. Поверх вьюшки с плеером кладем вьюшку с анимацией. И все. Я не помню, здесь у меня видео или нет. Да, здесь у меня видео. И вот примерно так оно работает. Супер просто. А они прям синхронно, да? Можно запустить? Сейчас скажу. Ага. Синхронизация это отдельный момент. Как заинтересован. Не очень простой. Вообще мы можем в простейшем случае просто одновременно запустить и то и другое. Если мы не будем видео останавливать, если у нас не будет возможности видео перематывать, а у нас оно есть, тогда как бы окей. Запускаем одновременно, оно одновременно воспроизводится. В принципе, можно. Но нам же надо перематывать видео. У нас есть вот этот плеер control. Причем, вот в реализации, которую мы видим, плеер control сложный, скажем так, необычный. Используется экзоплеер. У экзоплеер есть свой control для перемотки. Но конкретно вот в этом вот дизайне у нас плеер control, он как бы чуть ниже самого плеера. Видите, вот этот кругляшок, он выходит за границу плеера. Используя control, который внутри экзоплеера, так сделать нельзя. Но с экзоплеером можно использовать внешний control, который также делается компонентами экзоплеера. То есть control и плеер – это две разные видюшки. Да. Я правильно видел, там цвет называется черно-русский? Да, цвет реально так называют. Выдержим, да, потом? А 60 – это границ. Окей, с этим control была беда. Мне нужно было отлавливать то, как мы его перемещаем, чтобы понимать, куда перемотать видео. Используя как бы то, что нам дает экзоплеер, я не нашел, как это сделать. Поэтому пришлось несколько извернуться и реализовать вот такую штуку. Я ничего не вижу, но мне надо рассказать, что там написано. Окей. Еще раз, суть в чем? Мне нужно на control повесить какой-то listener, чтобы знать, когда происходит перемотка, когда пользователь этот control трогает и по экрану его передвигает, чтобы я мог перематывать видео и анимацию вместе с тем. Но у control нету listener по дефолту. Не как к этому control. Еще раз, этот control – это control экзоплеера. Вот. Это player control view. Player control view из экзоплеера. Вот верхняя часть. И ему мы передаем в качестве контроллер лэйаута то, что внизу. А внизу мы должны ему передать дефолт таймбар, который тоже вот за плеером. Его мы можем настроить в качестве цветов. Цвета мы его можем настроить, больше особо ничего не можем настроить. И трогаем-то мы дефолт таймбар. А доступ у нас снаружи есть то, как player control view. Но с помощью экстеншена, который внизу получилось, вытащить этот таймбар и на него уже можно повесить скраб listener. То есть такое совсем неочевидное решение, чтобы реализовать которое, пришлось залезть в исходники этого player control view. Посмотреть, как там внутри все устроено. И только после этого получилось сделать, казалось бы, такую первостепенно необходимую вещь. Как перематывать видео. Как следить за тем, куда пользователем перематывать. А пришлось искать прям вьюху захаркоженную, да? Вот экзопрогресс. Еще раз. Ну, то есть харкоженную, да, или нет? Вернись назад. В лаяуте, который в библиотеках предоставляют, он еще... Нет, экзопрогресс. То есть дефолт таймбар, он где-то внутри player control view. Player control view где-то внутри себя что-то с ним делает. Нет, экзопрогресс он, наверное. Вот видишь дефолт таймбар, у нее идишка. Угу. Причем она должна быть экзопрогресс. Если она будет другая, не будет работать, если я все правильно помню. Типа имя даже жесткое должно быть. А, если я правильно помню. Достаточно давно это делал, но, по-моему, это так. Ни разу не дружественная такая вещь. Смотри, уточню. То есть тебе понадобилось из экзоплеера получить вот этот дефолт. Таймбар, а для того, чтобы поставить ему листнер. Да. А у плеера самого нету листнера для... У кого нет листнера, короче. Дело в том, что как бы нельзя просто так перемотать видео на андроиде. У нас... Это картинка должна быть. Должна быть, да. У нас есть кадры, ключевые, грубо говоря, по которым мы можем перематывать видео. И когда мы перематываем видео, есть листнер на сам экзоплеер, который будет говорить, что перемотка там завершена, воспроизведение началось. Но нам-то надо перематывать как бы от касания, и нам нужно знать, где мы, чтобы не только там видео перематывать, а производить еще какие-то вещи, допустим. В общем, как-то так. Окей. Это такое отступление было про control-видео. Мы-то делаем анимацию поверх видео, и нам нужно ее как-то синхронизировать. Окей. Есть у нас видео. Мы его можем запускать, и можем в любой момент времени получить его current position в миллисекундах. Есть у нас анимация. Она воспроизводится Lottie Animation View, и для нее мы можем устанавливать прогресс. Прогресс – это значение от нуля до единицы. Окей. Что можно сделать? Как бы такое straight forward. Первое, что на ум приходит, решение – это вот то, что сверху написано. В Animation View Progress взять current video position, разделить ее на duration video, и вот как раз значение от нуля до одного получится, которое, по идее, должно соответствовать анимации, прогрессу. Но это не всегда работает. Почему? Потому что на практике случается так, что экспортированная через body moving анимация не всегда равна длине видео. Я не знаю почему, а иногда само видео немножечко другое попадается, а не то, на котором была эта анимация изначально сделана. И година немного не совпадает. Из-за этого происходит рассинхронизация анимации. И вот таким вот straight forward решением будет криво. Поэтому чуть более сложное решение внизу приведено. На него проще взглянуть и спросить меня, если что-то непонятно. То есть мы вычисляем разницу в длине анимаций и уже учитываем эту разницу при расчете. Ну а тогда же, по идее, амплитуда и прочие вещи могут не совпадать, если мы так нажимаем или разжимаем. Ну, гладкости. Нет, по сути, мы привязываемся просто к началу видео. Да, я понимаю, что мы прямо сейчас. Но там, если ты по видео делал вот эту вырезку, да, амплитуду, если они что-то немножко не будут совпадать, то в какие-то моменты оно может разъезжаться. Ну, нет, на практике с таким ни с чем не столкнулся. А почему разъезжаться? Ну, ты, получается, пытаешься, у тебя, например, видео минута, а анимация на 5 минут. Нет, нет. Или есть все-таки задания не об этом. Они очень близко друг к другу находятся. У них может быть разница там полсекунды, секунды. А, ну тогда да, тогда не будет. Но эти полсекунды, секунды достаточно критичны. Особенно, когда в видео что-то быстро меняется. Поэтому вот так вот. Полсекунды, секунды. Понятно, там особо не будет. Кажется, если немножко либо сжимаешь, условно говоря, время анимации, либо расширяешься. Вообще, это достаточно непросто осознать в голове. Я до тех пор, я и сейчас это до конца, наверное, не осознал. Но это скорее экспериментальное решение, полученное экспериментальным путем. Есть видео, есть анимация. Вижу рассинхрон. Экспериментирую. Рассинхрон пропал. Отлично. Выглядит похоже на правду. Просто обмажаешь на какой-то большой кофициально. В итоге. Окей. Это то, как мы синхронизируем анимацию с точки зрения как бы анимации. То есть, на некоторые значения из видео, что мы должны сделать, чтобы получить значение позиции в видео, что мы должны с ними сделать, чтобы получить позицию в анимации. Окей. Это первый момент синхронизации. Второй момент, это как бы с точки зрения видео, что мы должны сделать. Тут такая вот необычная, может быть, штука. И надо сказать о нескольких вещах. У экзоплеера нету лисенера на изменение прогресса. Поэтому здесь, через корутины, мы каждые 30 миллисекунд берем current progress у этого видео. Вот таким вот образом. О, серьезно? Ужасно. А 30 миллисекунд тоже опытным путем была подобрана? Этого достаточно, чтобы глаз не видел никакой праздницы. А действительно ли как? Если ты найдешь у экзоплеера возможность получать там current position при его изменении, будет интересно. Но я не нашел и нашел вот посылки на гитхаб ищу соответствующие. Там есть какие-то callback? Я не помню. Есть callback, но они тебе говорят, что воспроизведение там началось, остановилось. По-моему, еще есть. Scrap перемотка завершилась. Ага. Что-то еще. Но конкретно вот получать позицию в процессе изменения нет. А у самого таймлайна, если вот у прогресса? У таймлайна нельзя. Потому что тогда мы будем синхронизацию делать не между, как бы не с видео, а с scroll. А что значит текущую позицию видео? Важно же, наверное, отсчитывать просто в 2 секунды от того, как там запустилось. Нет. Мы же можем видео перематывать, перетаскивать. И нам важно знать именно... Мы же хотим анимацию привязать к видео. Поэтому мы следим за видео постоянно и знаем, в каком прогрессе у нас видео. И анимацию уже выстраиваем именно под него. И тогда мы как бы независимо от того, остановил пользователя видео, запустил его, проигрывается оно, перематывается. Нам это все становится неважно, мы не отлавливаем все эти моменты по отдельности. Мы просто всегда следим за прогрессом видео. Так, это был первый такой внешний момент. Внутренний момент это вот то условие, которое написано внутри лета у плеера. Вот это вот с 250. В чем тут дело? О, я даже не заметил. Я заметил. Ну, казалось бы, 103 мс не видел. То есть запускаем карутину и каждые там 30 миллисекунд мы выбрали current progress у видео и отправляли бы его куда-то, куда нам нужно. Но мы это не делаем каждые 30 миллисекунд на самом деле. Мы проверяем еще дополнительные условия, что у нас текущая позиция сдвинулась сильнее дальше, чем на 250 миллисекунд от предыдущей позиции. Почему? Или нет, не сильнее, а наоборот меньше. 250 это экспериментальным путем установленное подходящее значение. То есть прогресс у видео, если я ничего не путаю, идет только в том случае, если вот у нас div вот этот, на который изменилось прогресс видео, он меньше. Тогда это прогресс. Если он больше, значит это какая-то жесткая переводка, и мы обрабатываем это отдельно в другом месте. В общем, странные снова дела. Все эти танцы, чтобы добиться такой прямо хорошей синхронизации. Сколько времени понравилось? И это все такое... На танцы с бубнами подобрать цифры experimental way. Но в итоге все выглядит вот так вот. Есть у нас видео, есть анимация поверх наложенная. И каждый раз, когда кадр сменяется, анимация достаточно четко успевает за ней. И при перемотке в том числе. Самое сложное, это как раз перемотка. Почему? Потому что здесь мы не можем получить каждый кадр из видео, мы получаем там только ключевые кадры. Только по ключевым кадрам перематываемся. И здесь нам прямо критичны вот эти полсекунды. Мы можем получить видеокадр один, а анимация будет не та. И при такой перемотке получим что? Несоответствие в кадре видео и анимации. Сейчас сколько ни мучай, ползунок, перемотки, все, выглядит хорошо. Нет, кто там. В общем, run не просто таки, а работает. Эксперименты. Эксперименты работают. Ну понятно. Окей. Следующее, о чем поговорим, это изменения внутри анимации. То есть нам недостаточно того, что там мое лицо на качелях. Мы хотим кого-то другого туда подставить прямо в приложении. Интересно. Или те воспоминания. Или те воспоминания, да. Окей. С картинками все достаточно просто. Лотти нам предоставляет возможность подмены картинок. У картинки есть имя. В папочку, вот в эту, куда картинки ложатся после экспорта через Bodymoving, картинки ложатся с конкретными именами. IMG 0, 1, 2, 3 и так далее. И у локи есть Image Asset Delegate, который, по сути, нам дает эту картинку. Мы можем получить файл name этой картинки и поэтому файл name отдать какую-то битмапу, которая будет положена вместо исходной картинки. Таким образом, подменять картинку. Подменить на лету, да? Да. Ну, не на лету. Нам нужно будет... Это перед запуском анимации происходит? Скорее всего, я точно не помню, но вроде нам нужно перезапустить анимацию, чтобы картинка не открутилась, а может и не нужно. Не помню. В общем, картинку супер просто поменять. Просто в Asset Delegate получаем имя картинки и по имени возвращаем какую-то битмапу. И так можем прямо сколько угодно этих картинок будет видео, можно каждую заменить на какую-то другую и весь этот процесс контролировать. Это просто и приятно. Даже неожиданно было. Хоть что-то просто и приятно. До этого проекта для меня Lottie было это... Дизайнер дал тебе JSON, ты его подставил, анимация готова. Отлично, Lottie, супер. А здесь, оказалось, можно картинку поменять. Удобно, хорошо. Окей. Что по поводу текста? Ну, уже не все так хорошо. Lottie нам из коробки позволяет какой-то исходный текст поменять на наш текст. То есть она смотрит все layout текстовые, которые есть в ее анимации и в этих текстовых layout ищет input текст и заменяет его на output текст. Во всех. Во всех. То есть если у нас несколько layout с одинаковым текстом, оно заменится во всех. Даже где не нужно? Насчет regexpar я тут ничего не пробовал. Мне кажется, он все равно подберет все. Но это не совсем то, что нам нужно. Мы хотим для каждого отдельного текстового лейера заменять на разный текст. Независимо от того, как они там названы. А здесь как бы в сути один текст на другой текст, независимо от того вообще сколько там этих лейеров, какие они и прочее. Не очень нам подходит для больших амбициозных задач. Ну окей. Что-то с текстом мы можем сделать уже неплохо. Что мы еще можем стандартными средствами сделать? Можем менять разные параметры у анимации. Например, как здесь цвет можем поменять у чего-то. Возвращаясь вот к тому слайду, в котором был AfterEffect, я вас просил обратить внимание на слои. У слоев есть имена. И слои могут быть вложены друг в друга. Так вот, используя эти имена, мы можем получить доступ к какому-то конкретному слою или его параметру через kPath. То есть мы говорим, что вот у нас есть shape layer, нам в нем нужен rectangle, и мы хотим у него заливку поменять. И сделать ее красной. Вот такое вот можно сделать через Lottie Value Callback. Можно поменять не только цвет. Если я все правильно помню, можно поменять даже какую-то часть анимации. То есть чтобы она двигалась как-то по-другому. Можно поменять прозрачность. Там достаточно много параметров, но в них можно запутаться. Когда я экспериментировал с этой штукой, там был например Color и Color Filter. И не всегда понятно, что из этого использовать. В общем, не самая удобная штука. Много чего с ней можно сделать по именам как раз, лэеров. Но не всегда ей удобно пользоваться. И совсем не всегда ты получаешь тот результат, который ожидаешь, когда напишешь это. Окей. Как же нам все-таки быть с текстом? Вот так вот. Использовать некоторый лайфхак. Офигеть. А как ты ее... Вместо текста здесь на самом деле используется картинка. То есть в After Effects вместо того, чтобы использовать текст layer, используется image layer. То есть все лэеры в анимации, вот той, которая сейчас воспроизводилась, это картинки. Есть картинка, которая прям реальная картинка, и есть картинка, которая текст. И для той, и для первого, и для второго лэера разные имена. По имени мы можем в image asset delegate передать битмапу. В битмапе мы можем нарисовать что угодно. Вся сложность, ну даже не сложность, а единственное, что нужно сделать, это текст вписать в картинку. Самый же, да. Ну я вижу, да, на статику я. Да. Таким образом мы можем с текстом что угодно вообще сделать. И цвет у него какой угодно сделать, и шрифт ему какой угодно сделать, и подчеркнуть его. Все, что захочется. С картинкой, на самом деле, тоже можно кучу всяких преобразований сделать. А быстро ты догадался? Во, у меня такая быстро гениальная идея пришла в голову. За пару часов, я не знаю. Вообще это была единственная идея, которая пришла. Ну, с ней все сработало. Так, кто был внимательный, мог на видео... Мог на видео, ну куда-то я перебудил. Получается, что нельзя с текстом такой же трюк сделать, чтобы разные имена были у текста, например, как-то там в слое был главный текст. Нет. Если бы разные слои, например, сделать... Если у нас будут текст лейеры, к ним нельзя обратиться по имени. По имени слоя. Можем только указать какой-то исходный текст, и тот, который его превратить. Нет. Угу. Угу. Кто-то сильно внимательный заметил сейчас, что я нажимал на поле с текстом, на анимацию с текстом, и она меняла цвет. Угу. Все обрабатывали. То есть, что здесь происходит интересного? Мы умудряемся обработать touch на анимации, внутри анимации. Угу. То есть, эта анимация, она состоит из лейеров, да? И мы можем отловить... Мы точнее не можем, нам нужно отловить клик по каждому из лейеров. Нажали на текст, должны отловить клик по тексту. Нажали на картинку, должны отловить клик по картинке. Картинок и текстов может быть сколько угодно. Соответственно, переходим к следующей части, к взаимодействию с анимацией. Как нам взаимодействовать с анимацией? Как нам отловить клик? Было бы круто вот так вот. По аналогии с asset-делегатом? Ну, нифига. Такого в лотте нету. Лотте нам из коробки не позволяет отлавливать клики по элементам внутри анимации. Еще скажу, что ты вычисляешь по пиксель на куда. Пришлось залезть внутрь к лотте и реализовать такую возможность. Здесь несколько классов, которые нам пригодились для реализации этой фичи. Все начинается с лотти animation view. Это, собственно, то, с чем все мы всегда в лотте работаем. Та блюшка, которую мы размещаем в XML, та блюшка, которой мы передаем анимацию. Что она делает внутри? Внутри у нее есть лотте drawable. Внутри у лотте drawable есть композиция из лейеров, точнее, есть класс composition layer, у которого внутри уже лежат все лейеры, которые есть в анимации. И, поскольку мы работаем с картинками, нам интересен именно image layer. То есть, есть класс base layer и есть класс image layer. Есть куча других лейеров, но они нам не интересны. Текст layer. Да. Вот такая вот иерархия есть. И что мы хотим? Мы хотим повесить на animation view, на лотте animation view, хотим повесить layer click listener. И чтобы он работал по аналогии с ассет делегата. Чтобы он нам говорил, какая там эта картинка, какое имя у этого лейера. И мы могли понять, на что мы нажали. На какой конкретно лейер внутри анимации мы нажали. Окей. Берем лотте animation view и начинаем ее менять. Вам что-нибудь видно? Угу. Окей. Зеленый кадр ответил. Давайте попробуем потихоньку. Тут не сильно много на самом деле. Это лотте animation view. В нее мы добавили метод setImageLayerClickListener. Собственно тот, который мы будем вызывать и передавать в него listener. ImageLayerClickListener это обычный такой джевовый интерфейс с одним методом. OnImageLayerClick, в который передается айдишник лейера, по которому кликнули. Реализуем gestoDetector. Это стандартный андроидный simple onGestoListener, у которого мы переопределяем некоторые методы. Нам здесь было важно отлавливать именно клик по анимации, а не просто, например, нажатие. То есть нам недостаточно было бы отловить onDown по анимации. Мы хотим, чтобы это был именно tap. И для этого есть он singleTapUp. Причем на двойной tap он не сработает. Двойной tap это будет другой жест. На него можно что-то другое при желании повесить. Мы отлавливаем именно singleTapUp. Что мы делаем, когда singleTapUp происходит? Мы у LottyDrawable просим все видимые лейеры. Лейеры же у нас могут быть невидимые. Они могут быть в принципе невидимые. Могут быть с альфой нулевой. Нам нужны все видимые. Мы берем эти все видимые лейеры. Берем из них те, которые image лейеры. Поскольку мы отлавливаем сейчас именно для image лейеров координаты. И делаем вот такую вот штуку, которая в самом внутреннем ife написана. Вызываем лейер, собственно. У image лейера есть rect. Есть rect. И мы проверяем, что наш клик был внутри этого rect по координатам. И если он там был rect... Область именно анимации у слоя ограничена, да? То есть тем, что содержит. Есть большая вью с анимацией, да? Внутри есть какой-то прямоугольник. Это наш лейер. У него есть координаты. Они как rect хранятся. И соответственно мы проверяем, что если клик был внутри этого rect, значит он был. Значит это был клик по этому лейеру. То есть получается, что rect именно той видимой части, которая используется именно изображение самого. То есть оно не больше, не меньше. Именно все, что максимально нужно. Да, верно. А в каком порядке? Да, zOrder в этом списке. Ордер, порядок лейеров тот, в котором они выстроены в After Effects. То есть мы если в After Effects вот в этом левом нижнем окошечке лейеры размещаем, мы прямо в After Effects видим, какой из них над кем. Ну если видео начнем мотать, это видно. И меняя порядок их в вот этом вот layer view в After Effects, мы меняем их порядок и в этой анимации он точно такой же. Ну и мы берем, начинаем. Мы берем самый верх. Мы берем самый верх, да. Уже получается, кто-то библиотеку скачал себе проект. Ну в форекс сделали библиотеки и изменили это в ней. Сейчас давайте посмотрим, пока далеко от этого не шли, что там у нас дальше. То есть здесь нам нужен был от LottyDrawable все имидж лейеры. Это не сильно интересно. Вот LottyDrawable и нам от него нужны имидж лейеры, но он их не имеет, потому что они в Composition лейере лежат. Поэтому просто как бы пробрасывает дальше этот запрос. Composition layer уже имеет внутри себя лейеры, и мы перебираем все эти лейеры, берем те, которые имидж лейеры, берем те, которые видимые из ненулевой альфы, и уже их отдаем туда вот, откуда мы только что пришли. А порядок, ты говоришь, он прям сам берет? Лейеры, вот смотри, здесь есть layers. Вот эти layers уже в нужном порядке лежат. От последнего добавленного, которого за этот ордер вышел? Вроде бы да, не помню точно. Они то ли в таком, то ли в обратном. Ну, в плане, чтобы не было, что две лежат, ты нажимаешь и получаешь нижний. Так, здесь получается верхний. Окей, и последнее, что здесь, на что посмотрим, сам image layer. Здесь сверху вот как раз можно увидеть тот rect, в котором будут храниться координаты. И этот rect мы получаем вот зелененькое внизу, вот таким вот образом через некоторые матричные преобразования. Я не в силах их словами описать. Я не знаю, как у меня это получилось. Ну, смотри, вот есть метод. Тут один-единственный метод на этой картинке. DrawLayer. Это метод, который вызывает, когда image layer отрисовывается. Он вызывается прямо очень часто. И вот, что в этом методе происходит. Все, что без зелененького, это, понятно, было написано. Мне понадобились координаты того, где это отрисовывается. Причем координаты, как это назвать? Ну, relative, да. И чтобы их вычислить, понадобилось произвести вот те преобразования, которые здесь. А parent matrix, это где он вообще? Вы видите, parent matrix, он приходит в drawLayer как параметр. Ага. Сверху приходит. И он как бы изначально здесь использовался для того, чтобы на конвер в нужном месте отрисовать layer. Ну, это матрица преобразования. Содержит смещение, повороты, вот эти все скейлы. Я не сильно силен в матрицах. Я понятия не имею, как я это сделал. Я просто экспериментальным путем и очень быстро написал вот эти три строчки, и оно заработало. И я очень сильно удивился. Ну, не с первого раза, конечно. А где потом relative используется? Так там самый первый пункт. Я думал, что это все встроенное. То есть ты сейчас так написал, взять relative. На предыдущем листе? На предыдущем листе. На предыдущем листе. Где мы используем потом relative. На предыдущем листе? В самом начале. Вот тут. Get relative rect. Ну, вон. Event x. Я думал, что это встроено. Ну, вот. If image get relative rect contains event x, event y. То есть мы берем тот rect и смотрим, ну, попадаем ли мы координаты метапа в этот rect. А, ну все. Ты создаешь новый rect, получается. Рект внутри image layer. И за счет того, что ты матрица, преобразование, которое приходит, то ты, по сути, двигаешь его в нужную позицию. То есть у тебя получается, что он вот там, где parent, то есть где image. Нет, я ничего не двигаю. Ну, я имею в виду, что эти ребята сделали. А я просто использую ту parent matrix, чтобы понять relative координаты. Угу. Вот такая вот. Я имею в виду, что, ну, мне, например, немножко непонятно то, как ты называешь relative. Потому что, ну, то есть вот с того, что я увидел, что происходит, по-моему, ты получил матрицу преобразования, которая используется для перемещения картинки, которая есть у Lottie, в нужную позицию, с нужным размером, с нужным поворотом и так далее. Вот. Она приходит. Где-то там используется. Потом ты берешь свой просто новый rect и, по сути, превращаешь его в ту же самую картину, то есть с таким же поворотом область. И потом, когда ты проверяешь этот relative по позиции, попадает и туда твой клик, он, как бы, уже в нужном месте расположен и соотносится с кликом. Вот примерно так. Ну, как-то так. Что именно происходит. В общем, матрица такая. Матрица такая хитерая вещь. Крутая штука, но курить надо немножко. Это еще не все. Касаемо кликов, касаемо кликов, этого было недостаточно. Возникла некоторая сложность. У нас такая штука есть, что мы хотим по нажатию на видео делать паузу и play. То есть мы можем нажать и там, и там. И у нас возник конфликт, где мы нажали. Почему? Ты отписал поверх видео-вьюшку или что? Сейчас расскажу. Хорошо, есть у нас некий player-container-view. Это самописная штука. Это просто класс, который от FrameLayout наследуется. И в нем лежит player-view поверх animation-view и вот наша картиночка, которая там отображается. И как нам это сделать вообще? Мы хотим кликать где-то внутри этого, но в одном случае нам нужно останавливать и начинать воспроизводить видео, а в другом случае мы должны по анимации клик отлавливать. Причем, если мы попали в layer-анимации, значит мы попали в layer-анимации. Если мы в него не попали, значит надо остановить видео или запустить его заново. Но кликаем мы, как ни крути, по области player, по всей этой области оно. Все, match parent как бы. Да, про это у нас что-то было даже на одном из каких-то давних докладов. У player-container-view мы возвращаем true в on-intercept-touch-event. Это чтобы перехватить все ивенты от детей и обработать их самому. Обработать их самому в своем on-touch-listener, который устанавливается внизу вот на картинке, которая как бы вторая. Вот мы устанавливаем touch-listener и что делаем? Что мы тут делаем, господи? Срабатывает on-down у нас на нашем player-container-view. Этот on-down мы должны пробросить и в animation-view, чтобы она могла там внутри себя корректно on-tap потом обработать. Если мы on-down туда не пробросим, там и случится on-tap. И мы его должны как бы и здесь у нас обработать для player-container-view. Поэтому мы возвращаем true. Мы хотим идти дальше. Случается single-tap-up у player-container-view. Что мы делаем? Мы передаем on-touch-event в animation-view. Animation-view нам уже сообщит, обработала она его или нет. Обработала она его в том случае, если наш touch попал по какому-то из лейеров. Если она его обработала, все, мы ничего не делаем. Если у нас этот ивент не был обработан, то есть мы нажали мимо куда-то, мимо лейеров анимации, значит мы обрабатываем это южкой player-container-view. Если честно, в вьетнамских флешбеках то, что я делал фичу со сторисами в одном приложении, знаете, как в инстаграмовских сторис, там можно тоже меншин ставить, можно хештеги, их по-разному крутить. И абсолютно такая же история. То есть цепочка обязанностей, прям как по глобовским паттернам. Ты первый обработал. Так же там матричное преобразование, чтобы понять именно в эту область. Потому что там прямоугольник, он мог бы повернуть. Вот, и это надо понять, что только повернуть. В общем, это интересно, но с этим не хватит повозиться. Да. Это не то, что мы каждый день делаем. Забавно, что прям с точностью все вот так же, как и я делал. Плюс-минус. Пора написать либо... У нас на каком-то из метапов это достаточно подробно обсуждалось. Я не помню, может быть ты или Костя кто-то из вас это рассказывал? Как раз вот про вот это вот все. Про то, как обрабатывать тачи. Я не помню. По-моему, не я. Ну точно у нас что-то такое было на одном из метапов. С тачами это все. Следующее, о чем мы поговорим, это о том, как нам объединить наше видео и анимацию в один mp4 файл. Мы хотим вот такое. Вот такое видео mp4 файла, который мы можем там уже куда-то расшарить, поделиться и прочее. Как сделать это? Что я попробовал сделать в самом начале? Какая у меня была изначальная идея? Это сделать отдельный видео файл с анимацией. Это получилось достаточно быстро. А потом объединить как бы два видео, наложив одно поверх другого. Но в какой-то момент я осознал, что в mp4 не поддерживается прозрачный фон. Нельзя создать mp4 видео с прозрачностью, короче. Но можно создать webm видео с прозрачностью. Я попробовал, но у меня не получилось. Видео создается, анимация на нем отображается, но куча артефактов в ней. Что-то там, какие-то зеленые хрени, черные хрени, что-то мельтешит. В общем, сколько я не мучился, но в webm видео у меня такое сделать не получилось. Несколько отдельных слов про ffmpeg. Мощная штука, хорошая, но не пригодилась. Что я пробовал с ним сделать? Я через ffmpeg пробовал доставать кадры из исходного видео. Я пробовал доставать кадры из исходного видео, объединять их с анимацией, превращать там в одно целое. Получилось, но делается долго. Тебе поставил на завтрак. Потом ffmpeg можно собрать самому? Можно. Если очень много времени, то можно собрать самому. Можно найти уже под Android собранный. И причем его там можно подключать очень гибким образом. Ну, ffmpeg довольно большой. В нем куча всяких, не знаю, как назвать, под библиотек. Можно его подключать достаточно гибко. Что-то из этих библиотек подключать, что-то нет. Подключив его, нужно писать ffmpeg команду, чтобы что-то выполнить в виде строки. Ты помнишь, да, как это делается? Пишешь строку, которая, черт пойми, как работает, но у ffmpeg очень большая документация. Я не скажу, что она хорошая. Она не исчерпывающая, наверное. Она очень крутая. Но это все строки. Черт пойми, как эту строку написать. Где тебе писался? Блин, жаль, я ее знал. Я достаточно ощутимое количество времени помучался. У меня получилось. То есть я и ffmpeg подключил, и эту строку неведомую написал, и я пробовал их по-разному писать. Пытался ускорить вот этот процесс склейки. Но все равно медленно. И выглядит не очень. То есть если что-то надо поменять в процессе, мы это назвали на проекте рендеринг, не знаю почему, то надо менять эту строку. А чтобы ее поменять, ну это надо… Кто-то другой приходит, ему надо изучать, что это в этой строке написано, как это работает. Ни разу не просто. Жаль, не знал. Давным-давно тоже ffmpeg надо было использовать. Мы написали над этой строкой build. То есть у тебя есть API, где понятными словами названо, что ты делаешь. И ты билдишь объекты, объекты, объекты. То есть они собираются. Потом называешь метод build, который длиняет образовывающую строку команды, которую ты уже выполняешь. Есть, кстати, много написанных таких подобных вещей. И это хоть как-то облегчило восприятие. В общем, там, конечно, сложно. А была обертка, да, джавовская? Как нативную? Или затащили в нативный… Ну, сбилженный уже… Сбилженный и еще в строку. И запускаешь. И как процесс запускаешь? Да, фон. Еще какой минус при этом, при всем? Нужен был прогресс. Хотелось видеть прогресс мержа вот этого анимации. Это занимает все равно ощутимое количество времени. И хотелось видеть процесс вообще, как идет, сколько до конца. И я не знаю, как это сделать. Кажется, что никак. Там можно делать. Я делал. Он пишет в логи. И можно логи парсить. Я делал прогресс на этой компеге с парсингом того, что он там от процесса. Он пишет, сколько секунд он уже от процессил. А ты знаешь, сколько тебе секунд надо процессить. И парсишь, считаешь. Я видел эти логи, но до такого не нашел. Я просто решил. Нельзя. Все. Не хочу. Медленно, сложно. Но прогресс идет реально медленно. А у него нет аппаратного ускорения. Он работает на самом деле быстро, но на андроиде, на сборках нет аппаратного ускорения. И чтобы ее завести, на некоторых девайсов, по-моему, можно, но надо его собирать прям реально под устройство. А вообще по-хорошему у него есть офигенная, как это обозвать-то, система плагинов. Но их нужно реализовать на C, чтобы это еще быстрее работало. Мы это если делали в одном проекте? Чтобы разные эффекты, в общем, с помощью него делать там какие-то замороченные фейт-переходы, вот это. Они есть из коробки, а помню, нам нужно будет еще хитрее. В общем, нужен был C разработчик. Но там, если коробко, вы хотите в андроиде что-то с видео делать и делайте все что угодно, чтобы избежать их офигчиков. Ну да. Ну вот давайте на этой ноте переключимся на следующий слайд и я расскажу как это делать на андроиде без FFmpega. Вообще в чем суть? Как нам объединить анимацию и видео? Мы берем фреймы из видео один за другим. Из видео мы вообще не можем взять какой-то произвольный фрейм. Мы не можем сказать, хотим вот такой вот фрейм из видео. Более того, мы даже не знаем сколько у нас в видео всего фреймов. Что мы можем? Это брать фреймы один за другим из видео до тех пор, пока они не закончатся. Окей. Берем фреймы. Дальше. Мы можем брать фреймы из анимации. Из лоттиевской анимации. Лотти нам дает такую возможность. Мы можем сказать, грубо говоря, дай нам фрейм с таким-то индексом. И получаем drawable. По сути этот фрейм. Супер. Есть у нас фрейм из видео, есть фрейм из анимации. Объединяем их. По сути у нас есть битмапа и drawable. Через канвас их объединяем. А фрейм рейд какой-то всегда одинаковый зад? Нет. Фрейм рейд у видео может быть разный. И мы сейчас до этого дойдем. Но там не сильно интересно. Окей. Мержим фрейм из видео и фрейм из анимации. Посылаем это в так называемый input surface of media codec class. И генерируем в Media Max и Moxer. Как это правильно произнести? То, что потом превратится в видео. То есть input surface, media codec и Moxer это все андроидные классы. Давайте на них поближе взглянем. Разберемся, какой за что отвечает и как это сделано с точки зрения структуры. Разберемся. Разберемся. Так, давайте не забегая вперед, я потихонечку постараюсь. Все понял. Расскажем дальше. Короче. Начинается все с Video Creator. Вообще, желто-аранее, какой этот цвет, это классы самописные. То, что написали мы и я. Единственное исключение. Codec output surface это класс, который написан, но взят со стороны. То есть мы его добавили в проект, но сами не писали. Класс со стороны. Он даже на Java написан и лучше его вообще было не трогать. Короче, начинается все с Video Creator. Внутри Video Creator есть Video Frame Extractor. Название говорит само за себя. И Lottie Frame Extractor. И есть рекордер, куда мы потом передаем объединенный фрейм. Lottie Drawable это класс из Lottie. Мы его видели на диаграммке Lottie. Используя класс Lottie Drawable мы как раз устанавливаем по индексу тот фрейм, который нам нужен. И можем получить его в виде Drawable. Я даже не знаю, про что про первое тут сказать. Все зелененькие классы это классы андроидные. Давайте сначала про Lottie Frame Extractor особо нечего сказать. У него есть метод Extract Frame, в который мы передадим индекс и получим Drawable. Чуть, ну не чуть, сильнее, сильно более интересно с Video Frame Extractor. Там намешано много всего. Я уже сказал, что нельзя извлечь какой-то конкретный фрейм из видео. Нельзя получить количество всего фреймов. Можно только извлекать один за другим. Внутри себя Video Frame Extractor использует Media Extractor. Media Extractor это штука, которая нам из источника видео получает Media Data, зашифрованную, encoded Media Data. А что означает конкретно нельзя получить? Мы не можем сказать. Не можем получить конкретный фрейм из видео по индексу. По времени? Нет. По индексу. По порядку? Да. Типа 100 фреймов, дай мне что нельзя. Не можем, потому что? Потому что, не знаю, просто не можем. Марки нет, да? Нет вообще нигде такой возможности у нас в Android. По крайней мере я не нашел. Можем только один за другим брать. Есть в Android класс стандартный тоже. Я не помню как он называется. Но используя этот класс, что-то типа Video Frame Extractor или как-то так. Используя этот класс мы можем вытащить фрейм из видео по времени. И у Glide тоже, по-моему, есть такая возможность. Можно вытащить фрейм из... Фрейм по времени? Ну, до времени уже как-то используется. Да, можно его вытащить, но он вытаскивается очень долго. Там секунда-полторы секунды. Это прямо... Если мы будем обрабатывать все видео целиком и каждый фрейм у нас по секунде-полторы вытаскивать, мы не дождемся, когда это кончится. И когда секунду... Есть очень странная штука. Аналог этого андроидного класса, но типа реализованный через ffmpeg. У них одинаковые API. И изначально кажется, что тот, который через ffmpeg, должен работать быстрее. Но нифига. Они работают странным образом. На каких-то видео, в зависимости, если я правильно помню, от длины видео, либо андроидный, либо реализованный через ffmpeg, извлекает быстрее, на других видео медленнее. Я делал когда-то, тогда, давно статистику. Ну, в общем, использовать, что стандартный вот этот фрейм-экстрактор, который по времени извлекает из видео фрейма, что сделать через ffmpeg сторонний нельзя, и тот, и тот долго. Какой-то из них там быстрее в одном случае, а какой-то медленнее в другом случае. Но оба медленнее. Ну и по всему, у нас тоже есть же проблема. Там же в секунде, там, может быть, несколько фреймов, и получается, скорее всего, он берет какой-нибудь первый фрейм из секунды. Очень сложно попрасить. Да. В общем, то, что мы можем, это брать фреймы один за другим. Это все делает видео фрейм-экстрактор. А внутри видео фрейм-экстрактора там много страшного. Всю, вообще, основу работы с вот этими классами медиа-экстрактор, медиа-кодекс, медиа-муксер я взял из одного места. Очень такого, ну, выглядит оно, не знаю, злачно. Оно называется медиа-кодекс-став, по-моему. Туда заходишь, там такая страничка, как из 90-х. И там просто достаточно хорошие примеры с комментариями, как эти классы использовать. Я наткнулся на эту страничку, там, на Stack Overflow. И как раз та реализация, те примеры работы с этими компонентами, которые там описаны, помогли мне вот это все реализовать. А сам код там понятный или он выглядит как после опускации? Код там более-менее понятный. Он на Java. Вообще Java после кода, он всегда выглядит монструузорно так. Но он вполне себе понятный. Я смог более-менее в нем разобраться, несколько видов изменить под свои нужды и превратить вот в то, что мы сейчас видим на слайде. Ну, сам код приводить бессмысленно. Он весьма объемный. И чтобы его понять, нужно посидеть, посмотреть в него. Но суть в том, что видео-фрейм экстрактор под капотом использует медиа-экстрактор, который получает сырые медиа-данные из видео. В этих сырых медиа-данных есть так называемые треки. Обычно это видео-трек и аудио-трек. Они по отдельности. Так вот, мы для того, чтобы изменить фреймы, берем видео-трек. Используем медиа-кодек, чтобы декодировать эти данные. И отправляем все это на кодек Output Surface, чтобы уже непосредственно фреймы получить. Тот кодек Output Surface я не нарисовал, это стоило бы. В общем, с этого Surface мы уже можем получать битмапу. С него мы уже можем получать простоту битмапу, которую в итоге вернем в видеокрейтер и смержим с тем, что вернулось там из лотти. Что делает рекордер? Рекордер берет все, берет смерженный кадр, грубо говоря, закидывает все это в какой-то буфер через муксер, из которого потом получается видео. Это в простейшем видео. Как они синхронизируются по этим раскадровкам-то? Ну, мы берем в лотти фреймы по индексу, а там мы берем как-то… По очередности просто. А там мы берем подряд и там другой фрейм. Мне не пришлось углубляться сильно глубоко в этот момент. В большинстве случаев мы вот так вот делаем, и оно работает. То есть там подряд и… Но мы должны… Важный момент здесь, чтобы не происходило рассинхрона анимации и видео после мержа, вот в конечном нашем видео, мы должны указать конкретно у видео его фреймрейт вот этот. Ага. То есть… Что ты задаешь? Я не помню. То ли муксеру, то ли кому-то из… То ли медиа-энкодеру. По-моему, медиа-энкодеру. Мы должны проставить ряд параметров, которые будут у конечного нашего видео. И вот у конечного видео должны быть те же параметры, которые у исходного видео, в том числе этот фреймрейт. Получается… Если они не будут совпадать, то и… Получится рассинхрон в конечном видео у видео и анимации. А куда-то на уровень глубже мне не пришлось опускаться. Получается, все-таки различного фрейма… Количество фреймов после экспорта, видимо, через Бодимулин, примерно одинаковое. Да, 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 да. Вот такая штука. Сейчас мы взглянем на видеокреатор чуть более подробно. Почему? Потому что там интересно. И посмотрим, как мы там с помощью корутин отслеживаем прогресс и имеем возможность остановить процесс мержа видео. Так, ну тут вот самый страшный слайд в презентации. Не читайте ничего, пока я не дойду до туда. Короче, вот у нас есть видеокреатор. В нем есть один-единственный метод – recordVideoWithAnimation, который нам вернет в итоге готовый наш файл, где у нас анимация и видео смержены воедино. В качестве параметра в этот метод передается channel, с помощью которого мы будем отслеживать прогресс мержа видео и анимации. Что здесь происходит? Здесь два ченнела на самом деле. Один для прогресса и в него мы кидаем… Что мы в него кидаем? Так называемый видео фрейм. Видео фрейм – это по сути дата класс, в котором индекс фрейма и… Так, нет, в него мы кидаем не видео фрейм, а просто прогресс в процентах, по-моему. А прогресс чего? Прогресс в процентах. Прогресс чего? Да. Прогресс процесса мержа. Ага. Этот метод нам мержит анимацию и видео, и нам нужен прогресс. И отслеживаем мы этот прогресс через channel. Сам процесс получения кадров из видео и опрокидывание этих кадров в муксер делается в двух разных карутинах. Соответственно, они делаются, по сути, параллельно. Мы одновременно получаем кадры из видео и опрокидываем их в receive channel. И из этого receive channel параллельно читаем фреймы и опрокидываем их в муксер. Изначально это делалось все в одной карутине последовательно. Получили кадр, а прокинули в муксер. Муксер закончил работу, получили следующий кадр, а прокинули в муксер. Но такая штука, которая сейчас с двумя карутинами, когда мы в одной получаем фреймы из видео, а в другой даем их в муксер, позволила увеличить скорость вержа на 30%. Прикольно. Карутина просто занимается тем, что достает фреймы из видоса. Когда достало, прокидывает во вторую карутину. Прокидывает через канал. И получив фрейм, идет уже передача в муксер, чтобы он уже складывал, делал видео. Получив фрейм, мы идем за лотти фреймом, за фреймом анимации. Потому что фрейм анимации мы можем получить по индексу. А нам как раз пришел индекс. Причем здесь, если в код посмотреть, мы еще следим, чтобы индексы шли последовательно. На всякий случай, когда этот код отлаживался, были случаи, что фреймы приходили непоследовательно. И эта штука пригодилась. Короче, когда мы из ченнела получили фрейм видео, мы его объединяем с фреймом анимации и прокидываем в рекордер. Где она уже все попадает в муксер. Вот как-то так. Не знаю, стоит тут глубже опускаться или нет. Здесь вот внутри produce. Produce – это Cartoon Builder. Мы его в Global Copy запускаем. Несколько, может быть, страшно написано. Может, вы обратили внимание, что там написано не просто send, а send blocking. Почему? Потому что вот этот вот кусочек, где написано send blocking – это callback видеокреатора. Мы внутри него не сможем написать просто send, нас отругают. Мы должны здесь написать send blocking, во-первых. Во-вторых, send blocking нам не заблокирует передачу фреймов в channel. То есть не так, что в channel передали фрейм и ждем. То есть blocking – не в этом смысле здесь блокинг. Блокинг в том смысле, что мы это делаем из кода, который как бы не в корутине, а в callback. Вы любите корутину, я знаю. Да. Слёт откуливания. Send blocking заблокируется только тогда, когда в channel накопится значение, которое указано в capacity. Если там будет 10 этих фреймов, тогда он заблокируется и будет ждать, пока кто-то из них уйдет. То есть, чтобы у нас не было… Да. Когда у нас VideoFrameExtractor завершит всю работу, мы сначала закроем progress channel, потом закроем сам этот channel, в который мы прокидываем фреймы. Соответственно, consumeEach у нас завершится на receive channel. И мы сможем вызвать у рекордера complete, который нам уже даст файл. Довольно хитрая вещь. Ну, я знаю. Как приводить над кодом. Мне кажется, если это писать без картин, было бы сложнее. По крайней мере, сейчас глядя на это не первый раз. Я понимаю, что с первого раза это весьма сложно осознать. Тут даже комментарий здоровенный написан, чтобы можно было понять, что здесь происходит. Но, когда осознаешь, это, кажется, проще, чем реализация без картин, например, на том же Rx. Мне кажется, это было бы сделать сложнее. Возможно, оно похоже выглядело, но в какие-то моменты могли быть сложнее. Ладно, давайте уйдем от страшного. Пойдем, да. Мы глянем просто краем глаза, глянем, как мы в презентере прогресс отображаем. И как мы, собственно, отменить все это можем дело. То есть мы запускаем карутину, в которой будет весь процесс это происходить. У нее есть прогресс-ченел. Прогресс-ченел мы внутри этой карутине и в другой карутине отслеживаем. Потому что если без внутренней карутины мы просто consume-each останемся до тех пор, пока он не завершится. И у нас от глобальной вот этой карутины, от внешней, точнее, есть рендеринг-джоп, который мы можем всегда отменить. И тем самым у нас процесс мержа остановится. То есть вот так мы отображаем прогресс и отменяем мержу. А прогресс-ченел ты передаешь в Create Result Video File? Вот это, да? Да. Вон он там самый нижний передается. А вот дальше идет это презент. Презент еще разок, пожалуйста, со вторым ланчем. Вот мы делаем первый ланч. Создаем прогресс-ченел. Если вложенного ланча не будет и мы для прогресс-ченела вызовем consume-each, мы дальше вниз не продвинемся. Потому что consume-each будет выполняться до тех пор, пока канал не закроется. Нам надо двигаться дальше, но продолжать следить за тем, что у нас приходит в канал. То есть это выкидывается в другую картину и пошли дальше? То есть мы вызываем ланч, это все в отдельной картине выполняется, а мы идем дальше. И запускаем, собственно, сам процесс создания файла. Это вот основное все, что я хотел рассказать. Дальше еще один момент. Он скорее... Ну, я просто обозначил, что он есть, но в детали мы вникать не будем. Потому что если вникать в детали, тут можно отдельную презентацию сделать. Длиннее этой и сложную весьма. Короче, мы наши картинки внутри анимации можем еще каким-то образом трансформировать. Что я имею в виду? Я имею в виду вот это. Мы можем нашу картинку взять, подвигать, повернуть, приблизить, удалить. И что нам нужно с этим сделать? Нам нужно это в каком-то виде сохранить, передать, чтобы на iOS оно отобразилось в том виде, в котором мы ее оставили. То есть нам нужно применить какие-то преобразования к картинке, и чтобы на другой платформе они потом отобразились в том виде, в котором мы их оставили. Что нужно сделать, понятно. Как ее? Непонятно. Но есть картинка. А ты мне дать видос, анимацию и картинку со всеми параметрами? Каким матриц преобразований? Есть картинка. Мы ее трансформировали. Нам нужно передать на iOS картинку и наше преобразование в каком-то виде так, чтобы на iOS, когда этот файл открыли, картинка оказалась вот в тех преобразованиях, в которых мы ее оставили. Ну да. Можно смотреть. Поначалу я сделал по-быстрому. Сохранил там отдельно rotation, отдельно, не знаю, position, scale, нескольких переменных. Все. С Android на Android оно работало. На iOS так нельзя. У них нет в принципе таких значений и вообще это неправильно. Нужно делать через матрицы. Матрицы. Это вот второй пункт, что нужно использовать матричные преобразования для всего этого дела. Что важно учитывать, когда мы используем эти матричные преобразования. Важно учитывать иерархию view и смотреть, какой из view мы применяем наше преобразование. Относительно чего мы все эти преобразования делаем. Относительно там левого верхнего края картинки, относительно центр картинки. Сразу покажу вот этот слайд. То есть, как сделано это на Android. Есть какой-то внешний layout. У него есть image view и в image view в этот кладется еще потом сама картинка. И получается вот то, что мы видели на одном из предыдущих слайдов. На iOS может быть какая-то другая структура view. Как-то по-другому они с этим работают. А трансформации могут применяться много к чему. Например, вот чтобы в этом проекте реализовать подобную штуку, пришлось создать аж 4 матрицы. И все там каким-то темным, очень странными делами преобразовывать друг другу, чтобы добиться желаемого результата. В общем, важно учитывать и договариваться с человеком из iOS команды о том, как вы эти преобразования выполняете, относительно чего вы все это считаете. И как это передавать? Передавать можно в виде просто списка из float. У матрицы есть метод, который позволяет получить просто лист из float. И у нас получается лист из float 3 на 3.9. А, если так понимаю, очень хорошо, да? Да, и на андроиде можно из этих девяти там значений получить матрицы, и на iOS тоже можно из них получить матрицу. Ну да, я хотел пару слов сказать, что такое матрица, но мы это уже в процессе и так сказали. Эта матрица, она 3 на 3. Там есть сдвиг, масштаб, поворот и скью. Не знаю, как словами сказать. Ну и вот то, что от матрицы мы можем получить ее значение. Но там вот такой вот метод неприятный. То есть мы не скажем, где getValue, если нам массив вернулся. Мы должны передать массив, в который мы хотим получить эти значения как парадиктор. Ты знаешь, вот когда вот эти вот преобразования, вот такие всякие смещения... Ну вот. Важные ссылочки, которые мне очень помогли со всем этим разобраться. Первая ссылочка – это как сгенерировать просто видео из анимации лотиевской. Второе видео – это выступление с Appscode в 2019-м. Там в общих чертах обрисовано, какие вообще в Android компоненты есть для работы с видео. Немножко про Nux рассказывается, Mediacadack и вот все прочее. А последняя ссылочка – это как раз реальные живые примеры. Там вот странная страничка, как будто из 90-х. Которая 80% работы сделала по созданию сна. Первое – это создание видео на основе лотиевской анимации. Там самое полезное то, как из лоти получать фреймы покадрово. Ну и про миксер там тоже написано. И все на этом у меня.